здравствуйте у нас сегодня в гостях историк алексей исаев алексей здравствуйте здравствуйте и сегодня алексей сам предложил и я с радостью принял его предложение речь пойдет о маршале георгию жукове и вот первый вопрос у меня к алексею сначала красным бонапартом был тухачевский потом им стал жуков вот до того как мы начнем наш разговор это соответствует действительности в его жизни были какие-то исторические моменты когда он хотел и мог бы взять власть если в отношении тухачевского слова о красном бонапарте еще в какой-то мере обоснованы то на мой взгляд и исходя из тех фактов которые у нас имеется именно фактов жуков в бонапарте никогда не стремился он был прежде всего военным профессионалом а не политиком и как раз таки политику он делать не умел и может быть это ему здорово помешало дело да а так как бонапарт он себя никогда не рассматривал я так сказал если бы он поставил себе такую задачу стать бонапартом он бы пожалуй стал имею ввиду в уже в послесталинское время потому что переиграть сталина я думал у кого была возможность да а вот переиграть никита сергеевич компания было уже полегче если бы он ставил себе такую задачу она была бы выполнена но он ее не ставил да он всегда был еще что иван серов перед седатель кгб они же куда они вместе как бы цена на войне были бок о бок и поэтому имея таких за коллег во власти он вполне мог провернуть все что угодно и стать реально так суть лидером советского государства если бы он это хотел и если бы он был политиком но он все же был профессионалом другой области тогда чем объясняется его просто стремительная карьера перед великой отечественной войной репрессии ли этому способствовали и кстати если позволит время кратко остановить на тех якобы репрессии широчайших и массовых в очередной раз потому что есть люди которые об этом вообще ничего не знает не слушали и так далее взлет карьеры жукова действительно был крайне стремительно с должности командира кавалерийского корпуса он в сорок первом году в дождь и командира кавалерийского корпуса он находился тридцать девятом году а в сорок первом году в начале сорок первого года если быть точно то в феврале он стал аж начальником генерального штаба красной армии алексей у меня вот такой вопрос его карьера дон командира кавалерийского корпуса она могла предположить что вот такой взлет будет стремительный или вряд ли а пожалуй нет он до корпуса командовал кавалерийской дивизии до этого служил кавалерийских частях и вообще говоря таких видимых предпосылок в его карьере не было и более того когда ему писал характеристику его тогдашний руководитель командир рокоссовский он даже написал так что к штабной работе способности не имеет и это такая достаточно неожиданная формулировка учитывая что жуков впоследствии стал весьма грамотным человеком руководившим он проведением крупнейших операций стратегического значения но тем не менее именно в последние предвоенные годы даже месяцы жуков сделал блистательную карьеру и это нельзя вырывать из контекста эпохи действительно говорят о репрессиях как причине которая привела к освобождению многих должностей но не будем забывать что вверх поднялся жуков уже после 37 38 годов на момент начала своей вот этой блистательной карьеры которая привела его к берлину он был тем самым командиром калерийского корпуса и в звании комдива и репрессии вы уже реально закончились если уж на то пошли должности конкора да а конкуром не да но это обычное дело на что называется были случаи даже когда дивизии майора командовали имею ввиду в сорок первом году уже сначала он войны а так обычное дело был на командир дивизии полковник хотя это генеральская должность но здесь прослеживается аналогии например такие терпо нос командует стрелковой дивизии перед войной ставится на округ целый причем крупнейший киевский округ музыченко командует дивизии финскую войну становится командующим армии это была общая тенденция перед войной выдвижение хорошо себя показавшую на войне командиров наверх и алексей тогда у меня сразу к вам вопрос чем отличился жуков предвоенный период отличился он прежде всего его тулоном вот опять же да говоря да говоря о бонапарте я бы на партизме вспомним что с чего началась карьера наполеона бонапарта с успеха под тулоном когда он руководяя его республиканскими войсками успешно взял сильно опорный пункт и вот таким тулоном для жукова стал холхенгол он добился успеха на холхенголе причем первоначально его поста отправили туда инспектором более того его выдернули с неожиданно с кавалерийского корпуса не объясняя ничего отправили в москву опять же как вспоминают его семья его дочери о том что его дернули абсолютно неожиданно и он даже подумывал они будет ли продолжение 37 38 годов там момент уже все закончилось на самом деле никаких прецедентов в окрестностях не было но а вдруг вдруг так суть начинается новая волна такие соображения тоже присутствует его туда отправили глазами и ушами москвы в вот это вот дальнем отдаленном от столиц театре военных действий где разворачивались весьма важные с точки зрения политики события поскольку во многом они определяли токи с кем будет япония если японцев не проучить то вполне возможно что они полезут на наш дальний восток с большим энтузиазмом расценивая нас как легкого противника и вот его отправили туда наблюдать надзирать докладывать и очень быстро поскольку никого больше рядом не было а события явно развивались не в пользу советских войск по-моему по первости достаточно серьезные неудачи да началось то все в мае тридцать девятого года в самом конце мая жукова отправляют в монголию руководил не он командовал особым корпусом фикленко и как человека который уже знаком с обстановкой его ставят командовать этим особым корпусом понятно что над ним еще был тот целый несколько два этажа командующих и не все он решал но тем менее ему дали возможность отличиться и он отличился причем она отличился не в августе как принято считать потому что принято считать что он сделал он устроил сталинград на холхенголе разгромил там что целую нескольких соединениях то там естественно никакой там 200 тысяч на 300 тысяч на группировки японцев близко не было но даже окружить пару дивизий это было достижением с учетом того что район реки холхенгол он был крайне удален от всех точек откуда поступало снабжение было колоссальная проблема элементарно даже снабжать войска там самым необходимым и его успех был 1 июля месяца когда японцы пошли в наступление и японцы угрожали тому чтобы устроить как раз таки красной армии окружение котел окружить советские войска находящиеся на восточном берегу вот этой самой реки холхенгол и устроить им такую репетицию котлов финской войны а жуков сумел это предотвратить причем быстрыми решительными действиями показав себя как командир способный твердо управлять войсками на принимать быстрые решения и вот это стало началом его карьеры следующий шаг стал августовский разгром когда он сумел скрытно собрать ударные кулаки окружить японцев разгромить их преподнести серьезный урок это ему принесло звание герой советского союза и стала стартом у карьеры в этот момент как раз происходили вот эти вот движения связанные с финской войной тимошенко хорошо себя показавший в финской войне опять же как человек решительный идет на нарком обороны жуков ставит командовать киевским особым военным округом это в общем-то округ который был ключевым на западной границе это очень высокое назначение то есть с командующих кавалерийским порчим по численность личного состава к в корпусы примен как стрелковой дивизии это не не надо переоценить не надо ставить это на одну доску с обычным стрелковым корпусом стрелковый корпус это три стрелковых дивизий то есть трое больше по численности к чем кавалерийский но вот это отличие способность что-то делать боевых условиях привела к быстрому продвижению жукова и других командиров которые себя хорошо показали на финской войне потому что сталин опять же и советское высшее военное руководство хорошо помнили уроки первой мировой войны она прекрасно помнили о том что далеко не все кто казался блестящими до войны хорошо себя показали в реальных боевых условиях и вот люди которые способны что-то делать в условиях противодействия противника а не только как говорится организовывать учебные боевую учебу уметь находить какие-то так суть ходы для продвижения себя наверх вот эти качества они считались главными и становились залогом больших больших взлетов не всегда это было оправдано с точки зрения последующих событий скажем продвижение кирпоноса хотя считаю что он был крепким и хорошим командиром но тем менее вот этого взлет он был слишком высоко понятно что на жукова вот судя по тому что вы нам рассказали обратила внимание высшее политическое руководство он лично стали а каков был его авторитет после монголии в армейской среде а в армейской среде ему как раз таки пришлось ставить и завоевывать себе авторитет потому что строго говоря он был выскочкой конечно успеха на холхенголе это очень много звезда героя появится сияющая на груди это весьма серьезно но рядом с ним оказались люди вполне серьезным бэкграундом если может так выразиться к сделавшие карьеру по штабной линии по командирской линии нельзя сказать что его восприняли как нового командующего округом сразу что называется с постертыми объятиями ему надо было себя показывать и ставить и то что он сумел заслужить доверие на этой должности привело к его выдвижению на начальника генерального штаба напомню что одним из ключевых событий на пути к этому назначению были игры на картах которые проходили в ходе совещания высшего командного состава красной армии когда жуков последовательно играл из-за красных и за синих то есть из-за наших и за немцев то есть в разных сценариях на разных направлениях и опять же он себя показывал человек который способен принимать решения в быстро меняющейся обстановке вот это сделала его в глазах тех кто назначает и в первую очередь сталина тем человеком которым можно доверять при этом надо сказать что жуков не стал сходу придя на должность начальника генерального штаба говорится ломать дрова иногда ему приписывают решение создания 30 механизированных корпусов но документы которые последнее время так найдены появляются можно вполне определенного утверждать что это решение ему досталось в наследство то есть на момент когда он пришел на должность начальника генштаба она уже сформировалась это решение и он фактически только его реализовывал другой вопрос что она в некоторой степени дезорганизовала советские танковые войска то есть это столь масштабная программа начатая в начале сорок первого года за несколько месяцев до немецкого нападения она нельзя сказать что имел только положительные стороны вот я в своей книге о жукове пишу о таких вот создании пожарных команд бездны пожалуйста колью речь идет о маршале георгий жукове данные и так назывался георгий жуков и она выдержал несколько изданий и я там от вы один автор да я алексей исаев книга называется георгий жуков да там назвал что видели в сети и в печеную его сети уже поезд потому что она вышла уже довольно давно несколько лет назад они несколько раз на полма раз едва ли не шесть раз переиздавалась я там выдвигал эту теорию о создании пожарных команд и вот из этих 30 механизированных корпусов как идеи жукова но все же сейчас под давлением документов я вынужден признать что идея была не жукова и он ее скорее поддерживал и реализовывал на практике кроме того ему досталось хозяйство прямо скажем неблагостное с боеприпасами и собственно энтузиазм у него относительно начала войны с германией я думаю не было абсолютно никогда она не был изначально понимал что ситуация быть тяжелой безотносительно даже сценария вступления в войну у него была своя команда уже кого вот группа скажем офицеров на которых он опирался которых он тащил за собой да безусловно и в их числе можно например назвать фидюнинского человек до человека люди с которыми он служил на холхенголе они в частности образовывали его команду и те люди с которыми он двигался дальше так безусловно к его команде хотя иной раз их судьба разносила по разным фронтам относился захаров некоторые не м.в. захарова который г.ф. захаров который георгий захаров который был его заместителем на западном фронте под москвой позднее командов вторым белорусском фронте в багратионе этот был человек в его команде потом было соколовский который был долгое время у него начальником штаба и именно был хорошим начальником штаба когда соколовского одиночку поставили на западный фронт именно командовать он успех большого не добился а так в дальнейшем как в связке жук вам он работал вполне хорошо и нашел до берлина у жукова можно говорить о любимчиках или чтобы находиться рядом с ним надо было это заслужить и серьезно заслужить нужен был человек прежде всего профессия по профессиональным качествам он его не было вот он мне налил вовремя вот я его этого безусловно не было и возможно это ему так сать мешало что в том плане что он мог испортить с кем-то отношения именно на почве неприязни к практическим решением например у него достаточно сложные на самом деле были отношения с ватутина которая командовал первым украинским фронтом воронежским фронтом а жуковом они несколько раз пересекались и в генштабе когда тот был начальником оперативного управления у жукова перед войной и затем когда жукову послали после прохоровки исправлять ситуацию на воронежском фронте под курскую дугу и напомню что произошла прохоровка и вот у нас это обычно говорят что большая победа дарь мы затоптали танками проклятых проклятой соски дивизии это не так ожидающих марин у нас тут есть слушательница она считает что в те времена блины о которых вы алексей рассказать она задает вопрос была ли монголия тогда китаем нет китай тогда был монголию марину угомонитесь но хоть что-нибудь прочтите перед тем как задавать дурацкие вопрос про и алексей ну надо призвать порядку пожалуйста изменить да так и немного сбился дать мы с вами говорили про жук сам до жуковскую команду да да и да да отношения с подчиненными так вот может быть ему это мешало иногда что он резко высказывался ком-то и я говорил о вату тени как после прохоровки которые к сожалению не оправдала ожидания верховного командования когда прислали свежую танковую армию разгрома не получилось а получился достаточно ограниченный результат это его ввода и жуков послали на воронежский фронт разбираться хотя у него самого были совсем другие творческие планы руководить наступлением против орловской дуги контрнаступлением против немцев имени жукова до посылают к ватутину и в дальнейшем вот этой связке руку ватутин они прошли всю и левобережную правобережную украину но позднее жуков высказывался причем он высказывался в узком кругу которые так сказать писали у нас благодаря тому что наши спецслужбы тщательно документировали что там жуков говорил за стольных разговоров нас есть просто потрясающая возможность знать что он думал на самом деле говорила сохранились очень многое сохранилось то есть может быть не все нам доступно но очень много тщательно записывалась и позднее даже жукова вызывали там к семичастному и просили объяснить что что это он говорила говорю да на похоронах крюкова что это точнее не прохоронах на поминках крюкова что это он они обсуждали там и военной пенсии и написание истории второй мировой войны и что же вы георгий константинович там зените несли алексей извините по воспоминаниям но она уже ушла вдовы серого она рассказывает что жуков пришел к ним на дачу они сидели на террасе и обменивались воспоминаниями об аресте берии обмен мнениями на следующий характер они писали записки друг другу а потом я цитирую веру ванну об одном она сказала потом два старых взяли все и сожгли то есть он уже наверно спадать иван акцент стиров много научился до много научился на тем не менее он высказывался и он в отуте на самом деле критиковал за то что тот хороший штабист но не очень хорошими на харизматичный начальник да поскольку командующий к нему нужны еще дополнительные качества есть прецеденты того что хорошие штабисты были хорошими командующими но есть и отрицательный пример вот то что приводил соколовский ватутин по моему мнению жука все же к нему чрезмерно суров потому что до были косяки но кого их не бывает и ватутин скорее положить например штабиста как хорошего командующего тут нам еще подсказывают смс что был такой человек багромян но я бы сказал что с багромяном жуков большей степени дружил чем тянул его за собой я напомню что он все же воевали они редко бок о бок да и это скорее исключение чем правило их столкновение по служебным взаимодо служебным вопросом во время войны а вот после войны и особенно в период опалы багромян был один из тех кто поддерживал жукова и с кем он искренне по-человечески дружил и я думаю одна из причин того что они так дружили это было то что жуков ценил багромяна как военного профессионал потому что это было для него очень важный он когда например на западном фронте под москвой разговаривал с командующим часто ему устраивал вылочки какие-то неверные решения его раздражало когда человек не профессионал вот это его раздражало больше всего то есть может быть какие-то его другие качества его волновали жукова меньше а вот непрофессионализма то что то есть вот это его приводил в белое колени до белое колени он там он не прощал скажем там чёт недоучился человек ставил энтузиазм и пыл впереди профессионализма вот этого не терпел да не терпел игр еще но всегда хорошо вел основную документацию несмотря на такую скептическую характеристику рокоссовского вот всегда четкий признак того что приходит жуков это упорядочение учета вот всегда введение документации выходит на хороший уровень и это как историку всегда приятно приходишь сразу появляется орденг порядок и прочее а вот даже это относилось к тем к с кем он вместе работал пришел захаров командовать второй гвардейской армии летом 43 года сразу наладился документ оборот сразу стали во время сводки присылать сразу кстати численность личного состава нормально учитывается все видно потери все все сразу становится нормально вот опять же говоря о тех кто воевал рядом вот у конева с документации было гораздо хуже вот он пришел на 1 украинский фронт вместо ватутина сразу падение уровня документации вот сравниваешь так с 1 белорусский 1 украинский ведение документации небо и земля статистически день от историка да поскольку на мой взгляд это еще и характер чек вот если характером там харизматик там он может не обращать внимание документа когда чек гармоничный он у него все хорошо у него и документами решение но устав есть да да алексей вопрос на который вы уже ответите после новостей я его задам сейчас то что вот уже человек пристал а как могла сочетаться чудовищной жестокой жукова там с его деда мороза что правда что нет в разговорах о чудовищной жестокости он мясник русские бабы еще нарастают новости и так мы продолжаем нашу беседу с историком алексеем исаевым автором многочисленных книг по истории великотечественной войны само собой но и знатока предвоенного периода и так алексей вот да нам тоже жестокой там кстати еще да нам то задали прожил проза не но не начали финской компании а вот не финской компании жуков не участвовал если говорить о том кто участвовал но не любил об этом вспоминать это чайков это известный наш военачальник но вот он про финскую компанию часто несмотря на свое участие в не вспоминать не любил жуков не пришлось ему вот там выживать да вот поджим довелось а вот в финской никого отношения так вот говоря о жестокости о том что он был мясник и прочее вот эти вот все легенды которые пошли на самом деле уже после его отставки на самом деле к сожалению первым этот вброс осуществил конев который после октябрьского пленума 57 года как он позднее говорил мне заставили подписать статью но я думаю что туда но тем не менее она написана явно профессионалом и человеком который знал как говорится что можно набрасывать на вентилятор и тогда жукова обвинили в больших потерях и обвинили в потерях на зиевовских высотах и с этого все началось и дальше пошла легенда о том что вот жуков особо кровавый дошло это до не так сказать свое апогея что один нас известный писатель говорил свалим жукова а дальше так все сами попадают и в общем то это оставь его я имею ввиду здесь давно письма вписал о том что жукова свалим там действительно жуков был нашим национальным героем является по сей день нашим национальным героем поэтому его сваливание да она серьезно бы пошатнула все здание отечественные военные истории истории второй мировой войны вот эти все рассказы про жестокость они не подтверждаются ничем начнем с главного во первых документ у нас не надо нам рассказа давайте мы почитаем что жуков сам писал и о нем же ведь смотрите ржев все кровью залил да все вообще кровью залил и далее зиеловские выдающим и ему приписывается выражение которое насколько я знаю вообще никто этого не говорил русские бабы еще надо да это одно и раз да это точно же как нет человека нет проблемы которая появилась отрыва стена произведения рыбакова об этом говорил человек который лично его знал ты и николай джуков вот все кровью залил или все-таки вот да если если писать если говорить о документах которые он сам лично писал то там он как раз говорит я запрещаю атаки в лоб на укрепленные населенные пункты используйте охваты обходы и жуков было одним из родоначальников внедрения в красную армию тактики штурмовых действий небольшие отряды бойцов химиков сапер при поддержке артиллерии иногда танков вот эти небольшие отряды аналогичные штурмовым группам немцев в восемнадцатом году должны были просачиваться в глубину обороны атаковать опорные пункты с фланга стыла и тщательно подготовлены вот этими атаками высокопрофессиональными отработанными так сказать на макетах местности они должны были сокрушать оборону противника и вот эта тактика штурмовых групп жуков был тем кто ее внедрял и всячески своих приказах и и заставлял как можно шагу распространять хотя в условиях свежесформированных дивизий под москвой это было делом непростым но тем менее это изо всех сил внедрялась и он твердо требовал сохранения людей прежде всего это идет красной нитью с во всех его приказах начиная с сорок первого года и это приказы опубликованы а перед висло-одерской он прямым текстом написал одной из задач этой операции является сбережение людей и опора на технику он это писал прямым текстом своих приказов а есть при примеры того как люди например решали солдатской кровью там добиться выполнения приказа и он им за это да за это были нагоняя по два опять же подмосковье когда шли переговоры командование фронта с командованием армии он прямо им говорил по карте не видя даже мест он хорошо умел читать картонга почему вы не используете вот эти вот эти вот эти маршруты обхода зачем вы атакуете в лоб вы уже там две бригады танковые размотали и что же вы и рыда делаете это опять же четко все есть в опубликованных еще в 90-е годы документах и поэтому говорить о том что он наплевательски относился к жизням солдат абсолютный абсурд второй момент это статистика если мы возьмем объективную статистику потерь и посчитаем их именно удельные потери когда у человека есть миллион человек на фронте то потери из них убитыми ранеными заболевшими 100 тысяч это одно когда у человека 300 тысяч человек на фронте до потери того же тех же 100 тысяч убитыми ранеными заболевшими обожженными нет совсем другое и у жукова стабильно результат лучше чем у остальных командующих фронтами его потери его войск процентном отношении к общей численности доверенно моего личного состава оказывается ниже причем оказывается ниже и в сорок первом году когда он ведет контрнаступление под москвой он умудрился потерять так сказать меньше значительно меньше чем конев на соседнем калининском фронте который на самом деле находилась может даже более благоприятных обстоятельствах в отношении обороны немцев и то же самое висло-одерская то же самое под берлином и он обгонял например того же как малиновского под будапештом у жукова с точки зрения объективного подсчета со сбережением личного состава было вполне хорошо он умудрялся решать задачи достаточно сложные меньшими потерями понятно что там будапешт весло-одерская не может быть нельзя их напрямую сравнивать но это отличная с вами жуков конев всегда идут рядом по примерно одной и той же местности примерно одинаковых условиях с точки зрения сопротивления противника результат разный поэтому называть жукова безняком нельзя ему поэтому и доверяли фронт численности под миллион человек потому что знали что он сумеет решить задачу и потерять людей из этого миллиона меньше сумеет эту махину ворочать и собственно одна из проблем было то что жукова выдернули с командование западным фронтом который был действительно монструозным таким объединением самым большим в красной армии и долгое время не могли найти ему замену в конце концов на это дело плюнули и нарезали этот западный фронт на несколько белорусских фронтов что никто другой вот эту махину ворочать не мог потом первый белорусский фронт разросся до того же миллиона человек но на этот раз им руководил жуков который мог этот миллион человек вооруженных самым современным оружием огромным количеством боевой техники мог им ворочить и ворочить грамотно и использовать все его возможности алексей вы в процессе написания ваших книг общались наверняка с профессиональными военными их мнение о жукове это тоже очень но мне очень ценно мнение в этом отношении махмуд ахмедович гареева человек который все же генерал армии человека делавший карьеру еще в ходе великой отечественной войны причем он воевал в тяжелейших позиционных условиях вот того самого западного фронта зимы 43-44 года и в ржевских баталиях это все махмуд ахмедович гареев и он доказал свою компетентность и в том числе она кстати признана нато то есть его прочили на самые высокие должности еще в восьмидесятые годы и то что именно гареев является поклонником жукова для меня это было весьма серьезным аргументом в пользу того что жуков потому что это не полный восторг это восторг с оговорками на рациональное оправдание того что жуков был действительно нашим самым профессиональным полководцем и он вообще говоря был новатором в очень многих вещах если говорить например 1 штурмовые группы это то что внедрил жуков потом скрытность проведения операции ржев был очень тяжелым для красной армии в том плане что у нас не хватало боеприпасов было с контакт меньше чем у немцев мы посылаем один тяжелый снаряд обратно прилетают 23 в этих условиях добиться под джем хотя бы того что добился жуков то есть смещение линий фронта освобождение там какого-то количества населенных пунктов это уже было достижение я напомню что под ржевом где воевал жуков летом 42 года красная армия наступала а на юге как раз таки шло отступление приказ номер 227 бы для войск западного фронта совершенно не актуально и методичку жукова как прорывать оборону немцев современные и рассылали по всем фронтам поскольку это было нашел время составить под но это естественно не он не он лично это составлял штаб да но теперь я естественно он это все с этим сам ознакомился и сам это все естественно редактировал и кстати надо сказать что жуков так вот я маленькую ремарку находил время будучи министром обороны читать выпускавшиеся диссертации то есть защищавшиеся диссертации которые в этот момент выходили он их давал себе труд читать и иной раз критиковать это как раз таки среди министров обороны большая редкость была а вот он находил на это время несмотря на то что он руководил министерством достаточно трудный период 50-х годов там и сокращение армии провожение все на свете тоже характеристика человек например что еще инновации жукова он умел вводить самостоятельно механизированные соединения когда жуков критикует сталина за то что тот недостаточно профессионально воевал не не все знал надо внимательно вчитаться формулировку его критики сталин безусловно был человеком компетентном военной области и военной стратегии во многом еще но если мы внимательно вчитаемся то что сказал о нем жуков он говорил о том что сталин плохо понимал современные средства борьбы и вот эти современные средства борьбы это самостоятельно механизированные соединения танковой дивизии которые у нас это были танковые механизированные корпуса вот этот сталин понимал при всем опять же уважение к верховному который испытывал жуков вот действительно плохо и именно когда жукова сняли с начальника генштаба началась бригадная ересь отказ от танковых дивизий как таковых и все то чем красная армия страдала несколько месяцев до мая 42 года когда одумались набили шишки в зимнюю кампанию 41 42 года и стали так и быть формировать аналоги танковых дивизий тогда это у него биографии происходило регулярно когда хрущев жуков подал приказ о формировании частей специального назначения хрущев сказал что это попытка гудова это опять же к вопросу а инновациях в послевоенный период а так почему был достигнут успех висло-одерскую почему жуков потерял меньше людей чем коню поскольку жуков четко понял новую немецкую тактику с отскоком из передовых позиций немцы познакомившись мощно советскими артиллерийскими подготовками придумали идею отскакивать из передовых траншей назад а жуков тщательно продумал сценарий действий на всех вы на все варианты немцы держат первую траншею немцы отходят далеко немцы отходят недалеко разные сценарии от подготовки вот эти передовые батальоны особые эшелоны их поддерживали всей мощью артиллерии у конева они поддерживались отдельно выделенными батареями что было недостаточно и жуков был полностью готов ответ к это немецкой тактики поэтому немецкая оборона на вот этом фронте под варшаву она рухнула и рассыпалась как карточный домик именно благодаря инновациям жукова и жуков хорошо умел в контрразведку его планы не вскрыли я вы на одной из передач об этом рассказал то что даже лампочки выкручивали до из трактора это автомобильных фандачи вот это было он это все умел хорошо делать и это умел делать 42 года скрытность поведения операции вот то чего может быть не хватало тому же тимошенко и командование на юго-западном направлении в целом то что немцы вскрывали все же подготовку операции а так вот опять же сказали гореевского публично разбор истории не нужен путают 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 совсем другого человека лизе и пишем из гореев вы забываете себя защищать я себе это позволю значит я думаю что когда алексей решил стать историком он не стоит по образованию ой нет он стал историком артей сколько вы учились а зам военного дела потому что писать историю великой отечественной войны и не разбираться в этом учебники разного рода я читаю уже лет 20 а люди которые присылают свои вопросы которые свидетельствуют или а безграмотность или обезумие 1 4 ничего не считали труд историка весьма сложен тем более военный историк который должен знать и только историю но и военное дело но алексей от вас же никто не требует становиться комарнизмом полка да а естественно это совершенно разные работы историка это работа с бумажками и кстати умение читать бумажки соотносить их с военной там теории практикой в том числе благодаря тому что написано военным профессионалами которые это все лично проходили и потом позднее писали и учебники методические разборы все на свете все это просто надо прочитать проанализировать и использовать на практике еще говорят жукову говорят о том что он чуть ли не ра лично расстреливал это да да в разговоре с дочерью жукова смотри я интересовался этим вопросом так вежливо и мне сказать что он вообще с собой пистолета лично не носил он считал что у него есть охрана а пистолет носить это ну как бы только застрелиться в крайнем случае но это бессмысленно то есть для человека его ранга это не требуется это лишнее но это украшательство себя поэтому лично расстреливать он скорее всего технически не мог но вы альфий вы естественно читали вариант без читал на очень давно уже когда еще все время как пример я думаю этот пример абсолютно документальный будущему великому советскому флотоводцу горшков был отдан приказ переправить через место танковую бригаду а там ничем не на чем не досок не бревен леса нет и он решил что это не понимается и все а ему сказали что ты бы лучше переправил потому что приедет начальник его охраны шлёпнет тебя за него мнение приказа и как там написано последний танк переправляли когда уже стоял рядом с горшковым начальник охраны жукова и начисто не мне когда я думаю что это все же легенда поскольку существовала практика отдачи под трибунал если раз опять же смотреть документы то до жуков отдавал периодическое распоряжение вот этого отдать по трибунал этого дать но это не означало что вы хватали под белые руки прислоняли к ближайшей березе здесь показательная история командира дивизии армии ефремова который оказался в окружении он допустил промашку ударили во фланг там чуть ли не окружили полуокружение она был условно там рыхло но тем менее его вывезли на большую землю самолетом судили и отправили с понижением командовать стрелковой бригадой он отличился в битве под сталинградом был так суть восстановлен до уровня командира дивизии и благополучно воевал до конца войны но при этом понятно что если трибунал рассматривал и выносил приговор туда могли быть последствия вплоть до раз и но жуков сам опять же на посту командующую фронтом такие фокусы были малореальны и вот даже так сказал что уровень командира дивизии командира корпуса он был более выгодным в плане того что человек мог расправляться на месте на позе на поле боя на поле базе ба да а вот отказывают под трибунал отдать ее в судебном порядке все рассматривать его потому что жуков не находился так боевых порядков алексей вот какой вопрос ну купи ломается вокруг мемуаров жукова ваше мнение по поводу мемуаров тем более вот вы беседовали с его близкими и его и еще один вопрос если люди берут читать мемуары жукова какую бы издание вы порекомендовали жуков на занялся мемуарами на самом деле сразу после своей опалы в пятьдесят восьмом году но значительно ускорились сам процесс написания в сидим 60-х годов а мемуары писались под очень жестким давлением сверху имеется опять же вот как объяснить раза разница в изданиях в чем разница дело в том что существуют рукописи жукова которые написаны им лично хранятся они в ргва российско-государственном военном архиве и по этим рукописям собственные восстанавливали издание понятно что может быть библиографическую ценность имеет там первое издание новости п.п. новская но я бы посоветовал просто уже самые последние издания которые выходили в 90-е годы да они в несколько волн выходила по моему волне пресса выходили они уже были восстановлены по вот этим его рукописям и они в наименьшей степени содержат какие-то дополнительные правки поскольку жуков писал под большим давлением он был вынужден иной раз говорит что-то иносказательным но тем менее а он один из немногих кто обращался при написании мемуаров к документам и более того считал это обязательным и глядя на него то же самое делал багромян вот есть два человека к росписи которых есть там в документах высшего командования верховного командования уже процессе написания мемуаров другие этим не утруждались очень нет так сказать не другие не другие не все остальные а очень многие этим не утруждались и не пытались там проверить свою память по документам жуков этим занимался очень серьезно у него было достаточно времени на это в силу обстоятельств его полы есть и другие прецедент например сандалов который после авиакатастрофы оказался прикован к инвалидной коляске мы делаем уточнить сандалов л.м. сандалов это начальник штаба 4 армии сорок первом году впоследствии был начальником штаба 20 начальник штаба фронтов общем он был такой грамотный штабист наш и он писал исследование мемуары опираясь на документы это еще один пример того как надо делать вот жука поступал точно также он брал документы почитал вспоминал и поэтому даже такой не очень значительный эпизод как военные игры января сорок первого года когда вот их очень любят в кинофильмах что вот как жуков подходит к павлу и говорит вот так вот тебя будут громить немцы в сорок первом году это абсолютная хинея никакое сходство между играми января сорок первого года и тем что происходило на западном фронте в июне сорок первого года нет ни по сценарию не по ходу боевых действий они никак не совпадают так вот жуков описала тигры наиболее точно и то же самое касается многих других моментов он естественно не мог написать о ржеве все что он знал и думал и то что может быть к сожалению из-за этого безвозвратно потеряно но у нас извините меня ржев был настолько засекречен что даже в секретных операциях советских вооруженных сил великой отечественной войны такой четырехтомник 57 59 годов ржева нет вообще что уж говорить о воспоминаниях размышлений которые входили огромным тиражами поэтому надо понимать что какие-то пропуски который был вынужден делать и понимая что иначе их не сдадут но при этом он писал для людей грамотных понимающих что того написано в документах и часто его оценки которые прячутся за какими-то общими словами они окажутся абсолютно точными но это на верно все-таки надо быть историком вашего уровня да есть так суть мечта издать мемуары жукова с сносками с комментариями и объясняющими контекст событий потому что например про скурско-чиновецкой операцию четвертый год когда его заставили сталина переделал его план он представил план ставку план переделают и углубляют операции в итоге первый танк в армии немецкую и окружили не удалось и удержать вы рассказывая вырвалась они жуков вполне четко написал всех меморах что надо было делать оставить там армии катукова на северном берегу днестра он точно честно писал и действительно это решение было наилучшим и про жукову вам какой вопрос не задашь и каждый вопрос важен отношение жукова и сталина отношения жукова стали действительно я вот об этом говорил о том что жуков считал что стали недостаточно профессионален в отношении новых средств борьбы но несмотря на свою вот такую оценку и вообще оценку и репрессий он на самом деле критически высказывался репрессий он говорил что сталин был вполне достойным главнокомандующим верховным главнокомандующим то есть он уважал качество лично этого человека и его профессионализм именно как способного аккумулировать ресурсы всех всех видов как то его матери его работа совместная со старином вполне устраив по профессионал да и они были вместе хорошей команды не зря он стал заместителем наркома обороны и не зря сталин жукова бы направлял везде где горела загорелась под сталинградом жукова сдергивает аспаджева и отправляет туда и так везде и точно так же облажались там но не облажались так недостаточно хорошо выступили под прохоровка и туда направляют жуку и так везде вопрос на после новостей ну по аналогии жуков с жуков хрущев новости на радиостанции говорит москва по предназначению про еременко про хрущева продолжаем наш разговор с историком алексеем и сайвом и я просто хочу сказать что те кто будет упорствовать в тупости грубости и неграмотности вы удивитесь но вы будете забанены понимаете я брать я там прибегал к кустарным методом ежевет друг не посоветовали великолепный метод бац и нет вас больше ну я в хорошем смысле виртуально конечно алексей вы обратили внимание на какие-то вопросы был хороший вопрос про самая лучшая операция блестящая днем чуть попозже а вот почему товарищ еременко очень плохо отзывался товарищи жукове произошло это потому что жуков крайне скептически относился к версии появившись в период правления хрущева о том что именно командование фронтов под сталинградом придумала операцию ран которая завершилась блестящим успехом и товарищ еременко писал в ставку свои предложения по тому как проводить операцию но честно говоря это обнять и плакать а то что в итоге сделали танковой армии товарищ еременко предлагал сделать кавалерийским корпусом понятно что этот кавалерийский корпус бы немцы растоптали в первые дни и даже не заметили всякие диверсионные акции там арс отряды по подрыву железнодорожных путей в общем план был прямо скажем не предел совершенства и да это мягко говоря он опубликован я его даже честно дал мне книжку из по сталинграду его там приложение дал почитайте сравните и действительно абсолютно беспомощная бумага которая не является предтечей операции уран поэтому когда жуков откровенно критиковал командование юга южного сектора юго-западного направления за то что не они придумали план сталинградской операции было абсолютно справедливо естественно это вызывало неудовольствие и никита сергеевича хрущева и еременко которые опять же позиционировали себя как творцами победы понятно что заслуга их есть практическом реализации плана но придумали они его не они и и возможно еще одна из причин нелюбви конкретно еременко к жукову то что его обидели и не дали ему ликвидировать окруженную сталинградскую группировку он он да он думал что это поручит ему поручили рокоссовском причем сталин в этой ситуации перевел все на жукова и когда еременко расстроенный звонил верховному и спрашивал что же мне так доверие не окружали до тот ему говорил все вопросы георгий константинович естественно это осталось в памяти и стала такой обидой понятно что в данном случае как раз таки решение все же окончательно принимал стали на жуков стал тем человеком которые вот эту пилюлю заставил еременко съесть поэтому вот отношения но вот из этого сформировалась это не из-за того что не за каких-то объективных претензий еременко к жукову это вот именно вот эти вот во первых то что не он на автор плана это что не ему доверили потом принимать игру за рацию по дашь не отняли не купил ну да да это конечно не куда это нельзя в чем так вот алексей говорить но тем не менее жуков и хрущев до конфликт жукова и хрущева стал пожалуй самым драматичным даже я бы сказал более драматичным чем конфликт между жуковым и стальным после войны жуков с одной стороны поддерживал реформа проводившиеся хрущевым в армии когда я шло сокращение армии перевооружение на новую технику все это как министр обороны жуков проводил в жизнь жуков поддержал хрущева на июньском пленами 57 года когда вот этот вот антипартийная группа им крем и примкнувший к ним шипела до что даже приходящего четвертом к бутылке водки советские граждане говорили и примкнувший к ним да это была известная история в общем жуков поддержал в этом отношении хрущева а через несколько месяцев никита сергеевич ему ответил черной неблагодарностью и причина этого не несколько во первых да то что я уже говорил жуков крайне скептически относился к заслугам хрущева на войне и прекрасно так сказать он сам в курсе понимала осознавала что никита сергеевич ванкователем победы не был в том числе под сталинграду то есть он был одним из участникам но не он придумал все планы кроме того возможно одной из такой ошибок жукова была фраза сказано именно июньском пленами что без моего приказа никакие танки никуда не поедут на что партийное руководство услышала свое что не по нашему приказу они никуда не поедут а по приказу вот этого человека они никуда не поедут и вот это противоречие так сказать привело к тому что жукова очень некрасиво снимались министр обороны когда его отправили в югославию и албанию с визитом и за его спиной на него написали кучу так сказать жалоб и в том числе опять шло сокращение армии и он предпочитал кого сокращать полетруков он очень логично это потом объяснял это самый главный тот что внушает большое уважение в руку что он был не политиком не лизоблюдом когда вы вызвали на вот этот пленум октябрьский где начали его гнобить за политруков про чем сказал а зачем нам политруки ежи командиры командующие вот они должны составлять костяк партийного руководства зачем еще какие-то люди и вообще вот его поведение на этом плену не показывает его как во первых человека честную приму другой стран непонимающий вот этот балет когда на него накатывать ему надо было сесть и говори ой дяденьки ой виноват ой простите возможно в этом случае если бы он вот так вот согнулся а он воспринял вот эти наезд на него всерьез он сказал что же мы вы мне раньше не говорили а да только что ко мне не было никаких претензий тут вы мне укатывать качество так вы это же все утверждали в это все проводилось в том числе с вашей одобрение санкции что же вы на меня сейчас на же сказали бы несколько месяцев надо я бы это не проводил и вообще его выступление она была настолько так сказать поперек линии партии что хрущев начал ему напоминать про регламент на что опять же жуков не что уж у меня сказал какой регламент только что выступали два человека час двадцать говорили а чушь мне не за разрешаете говорить честно прямо по-солдатски а против него вот это вот так сказать партийный вот этот балет и жуков естественно вот на этом пленуме он не пошел по тому пути который может быть от него ждали что поклонится согнется до возвращения вам покажет себя так суть верным делу ленина хрущева и возможно его простят а его реально отправили в опалу в худшем смысле этого слова его не отправили в так называемую райскую группу это да как старый вы начали объяснить да значит райская группа это была группа военачальник который по своему возрасту по состоянию здоровья уже не могли занимать высокие ругодящие посты и работать как говорится по 20 часов в сутки их направляли на работу в службы инспекторов министерства обороны которые не требовала даже ежедневного присутствия на рабочем месте при этом им сохраняли денежное содержание периодически они выступали на разного рода конференциях давали какие-то советы в общем это была такая почетная отставка сохранением многих атрибутов власти жуков уже вместо этого оклада оставили пенсию небольшую по меркам то их должности которую он занимал сильно урезали все его привилегии как высокопоставленного военачальника чтобы не говорили человек для нас сделал очень много на своем посту как командующий 1 белорусского фронта там я так понимаю что эти привилегии это машины и машины мы дали которые я не подниму на этом уровне на куху на кухонном уровне да ему там не вовремя какие-то ремонты делались на его дач которая опять же была ему отдана пожизненно листом по приказу сталина поселки победитель до архангельском да но его всячески отодвинули от всех тех вещей которые были обычными для тех кого отправляют почетную отставку именно в том числе за то что он не прогнулся под власть и за ним опять же пристально следил комитет и все что он там говорил это все тщательно записывалась и была определен надежда что с приходом брежнева все изменится но вот его строптивость вот это вот это простая солдатская приманта если чё-то мне нас вы говорили бы раньше и вот это вот деградация советской элиты она началась я бы так сказал отставка жукова это один из поворотов советского союза не туда и дальше и опять же бесконтрольное развитие армии вот что говорю опять же благодаря записям нашего дорогого комитета глубинного бурения нам известно что говорил жуков и он говорил о том что раньше при сталине думали о народной копейки дамы запустили гагарина и жуков прекрасно знал сколько это стоило он сказал прямую сумму 4 миллиарда советских рублей тех до тех рублей да это стоил запуск гагарина это хорошо это космос но зачем это барственность приемов затем эти это кстати роскошные подарки затем это поддержка всяческих развивающихся стран можно сказать отсыпанием и больших денег с барскими замашками зачем под деньги за что-то это нормально за что я не политика а то что творилось да причем алексей я думаю что когда на сэрой и бенбелла наградили звездой герой советского союза это многих наших военных начальника гризонула ну а лиска гнилая от политика ноута политика она пошла вот это раскручивание бездумного расходования денежных средств на это все жуков обращал внимание ему это было неприятно он это прямо высказывал он говорил об истории войны ему же что опять же за ним кгб записывал и потом это все доклады и заставляли потом еще и объяснение надо давать когда он прямым текстом сказал вот то что написано в хрущевской истории великой отечественной войны и все вранье что немецкий генерал это написали честнее вот это ему тоже это я боюсь ему припомнили да ему это хорошо припомнили но тем не менее он говорил о том что написано неправдиво при том что он будучи министром вороны было создано военно-научное управление генерального штаба именно при нем был скажем так старт начался еще при сталине при нем выпускались и работ при жукове и сборники боевых документов и публикации тогда еще закрытые по истории войны и если бы опять же жуков сохранил свой пост еще я думаю хотя бы 5-7 лет возможно у нас была бы история войны написано лучше потому что предпосылки к этому были многие публикации которые должны быть так сказать предверием большой многотомной истории они были но потом это все на это все наплевали забыли и все покатилось по наклонной и то что он старался максимально честно писать свои мемуары и опять же давай намеки тем кто в курсе кто в куда чем он старался это разумеется делать по максимуму конечно у него были свои вещи относить того что он пытался где-то самооправдаться но это а это нормально это опять же человек видит свою ошибку и он старается найти рациональное объяснение тоже те кто не работают только те не ошибаются и опять же вот сказали почему а сталин от него не требовал прогнуться с хрущевым пошла такая история на самом деле если сравнивать стенограммы 2 опубликовано опять же части стенограмм двух заседаний одного сталинского другого хрущевского то вот если не знать какой когда написан такое впечатление что их нам поменять местами с точки зрения общественного за нас когда прямо говорит рыбалка командующий тогда он уже по мне был командующим танковой армии он говорит вот то что нам предъявили на жукова это показания данные в заключении новиковым отстранили новикова да он там дал показания на жуков что тот недоволен своим положением так сказать своей ролью так показом его роли в великой отечественной войны и рыбалка прямо сказал это показания были даны под арестом что вы хотите от этих показаний и опять же то что копали против жукова при сталине это не закончилось вышвыриванием в такую опалу до его отправили на одесский у когда его отправили там уральский военок да но тем не менее вот такого безобразного вышвыривания человека в опалу как говорится вот называется алексей это подтверждает только одну что с приходом хрущева началось падение а он хрущев очень многое делал правильный как раз таки вот реформирование армии строилась армия нового времени строилась опирающиеся на ракеты опирающиеся там на современные вот тоже нам задавали вопрос про взаимоотношения кузнецова с жуковом действительно жуков будучи министром обороны а здорово ударил по флоту и то что флот который начали при сталине снова строить так сказать планов громадью большой флот это было недостаточно обоснованно большой флот денег да во первых да хотя и были предпосылки выходом на мировую арену тем не менее это все было чрезмерно это было увлечением определенным несмотря на общую тенденцию сталина считать деньги который признавал жуков и вот это вот погром флота был опять же вот этим клином вбитым между кузнецовым и жуковым и опять же жуков он читал с карандашиком даже с ручкой он читал мемуары кузнецова с красной ручкой я это видел и там в куче мест он ставил вопросительный знак говорил и правда что ли писал и про то скажем так явно некомпетентные с точки зрения сухопутных сил комментарии кузнецова о сорок первом годе о том почему были не готовы и многие другие это кстати его мысли о том что вот вот как все было просто сделать и прочее прочее жуков он вот эти чтения с карандашиком естественно она сложил том числе сложилось его впечатление о кузнецове жукова но в целом основной проблемой было то что была линия партии на сокращение вооружений принципе сейчас можно сказать что она была разумной и хрущев я нормально обосновывал но тем не менее она естественно приводила к каким-то обидам и прочим ну ставят жукову в вину трофею вину трофеи нам сразу вот да 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 это я скажу о таланте полководцу сложно говорить ты ничего не понимаешь а опись из этого это очень легко и знак и знакомы сам да значит в этом отношении скажу следующее жуков был тем человеком опять же если спрос смотреть банально приказы которым писал который решительно боролся с тем что тогда называлось барахольство это железной рукой наводился порядок и причем рационально объяснялась солдатам говорил что будут официальные репарации там германия будет нам официально восстанавливать экономику и давайте не растаскивать барахло не надо этим заниматься начальник картографическое управление которое захотел отправить в киев на родину рояль его за это выпороли публично приказом по всему первому белорусскому фронту далее жуков опять же публично это метафора не метафора да метафора в том что ему вы издали приказ что вот этот чек золио ровно это сделал плохо и так не делайте а вот жуков как талантливый полководец он же как он правильно предположил где надо ставить заслоны на реке одер все что вывозится из германии а давайте мы на переправах реке одер поставим контрольный пропускный пункт который будут проверять что вывозится если вывозится не приобретенные наличные средства потому что понятно что приобрести можно было очень много неоправданное любые так сказать барахольство мы будем пресекать и разбираться более того например велосипеды вот известная есть фотография что так сказать советский солдат типа отбирает велосипед да да был отдельный приказ про велики было по прям прямо сказано что по штату советские военнослужащие в очень в граничных объемах используют велосипеды штатный число так сказать составе войск этого нету а то что вы разъезжать на великах давайте кому все случаи будем разбирать и если это отобрану население велосипед возвращаем наказываем есть чек купил за свои деньги потому что реально удаст могли купить деньги сдавайте-ка их на склад ребята и это все максимально с этим бороться опять же и когда я читаю документам восьмой армии чуйкова послевоенные там и шло разбираться даже за банки тушенки что жалобы от местного населения за хищение любых ценностей они разбирались алексей а по моему ситуацию американцы совсем не так обстояло контака документов не читал хотя владея английским могу сказать но борьба жукова с барахольство она велась я бы то сказал в очень больших масштабах другой вопрос что он как человек руководивший миллионам на миллионным фронтом он имел все возможности финансовые купить что угодно это объективной реальности командар мы могли купить очень многое что-то ему элементарно дарили когда из-за за освобождение варшавы ему подарили ящик столового серебра потом этот ящик ему надели вину да ищите отрезы меха который он вез брату опять же в это очень многое могло было бы элементарно куплено за свои деньги за свои деньги это возможности командующий фронт который опять же если он сберег государство 10 танков т-34 это миллион рублей он сберег гораздо больше чем 10 танков т-34 поэтому понятно что партия правительства таких людей награждала и по максимуму них имелись большие возможности вот эти вот все подарки они опять же что-то из тех там оружие который было но еще до войны там покупалась там что-то опять же подносилась как подарки еще мифический чемодан с драгоценностями которые закрытом обыске у жуку провели обыск а чемодан не нашли наши а то же самое было у у ивана акцент сирова он украл корону там был корону какого-то короля скандинавского а вы все нет короля вот хоть как хоть и так и тоже был негласный обыск вот не нашли поэтому опять же против жукова выдвинули вот эти вот все обвинения но главным обвинением было то что он недоволен своим положением что и прочее и естественно за не лояльность его не за барахло потому что барахло пиджа не несмотря на все яростные раскопки ничего эдакого накопать не удалось но я думаю что накопали как раз таки вот эту борьбу с барахольство в масштабах фронта причем еще до того как вступили на территорию германии счет до этого было приказано все описывать до максимально при том что понятно что идет война и вот это вот так сказать бесхозное имущество она искушает многих и многие там поддавались этим всем искушением но тем менее с этим велась борьба причем вел борьбу жуков опять же для сохранения дисциплины войсках да и у него для этого был очень неплохой инструмент как смешно пример и он понятно что эти до среди прочих понят что чек могли снять с должности отправить в тылу прочее прочее и у меня наверное последний вопрос жуков и тотский полигон то что говорят что приказом жукова гнали солдат советской армии в эпицентр ядерного взрыва да это распространенное заблуждение действительно проводились испытания на тоском полигоне тогда жуков еще не был министром обороны он был первым заместителем министра и он или лично в этом участвовал проводились они с жесточайшим мерами безопасности самое главное что нужно помнить о тоском полигоне это то что взрыв был воздушный воздушный взрыв дает ограниченное воздействие на с точки зрения радиации а точнее удар сильный но в воздухе до взрыв в воздухе то же самое кстати было в хиросиме и если взрыв в воздухе и имеет место наведенная радиация которая быстро исчезает и и уже на уровне там даже десятков минут это наведенная радиация снижается до уровня вполне достаточно для того чтобы проходили войска и так оно и произошло когда послали отряда разведки они убедились что радиация спала и после этого опять же войска нашли в бронетехнике и и благодаря этим драконовским мерам безопасности ничего эдакого не произошло никаких массовых смертей от радиации не было быть не могу я читал в либеральной прессе там чуть ли не 2 миллиарда но и китайцы и американцы там самое смешное когда в 90-е годы попытались установить памятный знак на месте значит убиение многих солдат радиации и и попытались дозиметром найти точку где сильнее всего светит где произошел взрыв а ее не нашли а по и памятный знак поставили по карте да поэтому вот там же надо было рядом 600 миллионов погибших во время репрессий рядом можно ну да и что далеко не как раз говорит о том что учение показали что для применяющего ядерное оружие она практически безопасно и собственно поэтому и пошло развитие лет тот кто бросает бомбу а потом идет наступление для него это безопасно и вот это открытие она стала прологом к развитию тактического ядерного оружия и поэтому тоцки надо правильно понимать ничего такого там не было драконовский меры безопасности гораздо более сильный чем были у американцев сейчас на радиостанции говорит москва новости а пусть и новостей алексей исаев я думаю ответить на вашего в последнем получасе программы историк алексей исаев он у нас сегодня в гостях ответит на ваши вопросы я повторяю вопросы мнение ваше в данном случае ну вопросы давайте напоминаю наш телефон прямого эфира 495 7373 948 здравствуйте пожалуйста ваш вопрос алексей исаеву здравствуйте алё здравствуйте пожалуйста последнее время стал очень интересно изучать у памяти народа обстоятельства боев которых участвовали там мои например родственники при этом видно какими частями правда положили страны и приходилось сталкиваться если возможно как-то в электронном виде смотреть на немецкие архивы с той стороны да да вопрос понятен если вы владеете немецким языком то я советую забить в google поиск по такой access history есть ресурс и там free на ра роллс то есть свободно распространяемые выложены в интернет ролики архива на ра а там есть я бы сказал гигабайтами они их не очень много естественно малая малый процент от общего числа но там в принципе много в том числе и по советско-германскому фронту что если владеете там можно их выкачивать они там объемом по один-два гигабайта есть помельче в общем это тоже распространенная практика там нет аналога нашей памяти народа но тем менее в открытом доступе документы тоже есть и можно их там вытаскивать читать еще сайт такой штурмпанцер по моему орг там есть каталог нара опять же в электронном виде можно смотреть какие ролики собственно нужны и что там содержание какие там районы но я так сказал вероятность того что вам повезет она все же ее надо оценивать очень очень осторожно может повезти очень повезти может вообще будьте зеро 7 3 7 3 9 4 8 ваш вопрос здравствуйте алексей скажите пожалуйста такой вопрос вот многие пишут это в своих мемуарах младшие начальники чтобы 19 июня их заставили выйти занять на родные рубежи на границе умолчивать этот вопрос проясните пожалуйста ситуация такая это касалось прибалтийского особого военного округа остальные округа остальные округа никаких таких указаний не получили поэтому в прибалтике это объясняло в том числе сомнениями в лояльности местного населения проводилась там и операция по блокированию корпуса территориального точнее определенных у подразделений а реально если мы посмотрим другие округа ничего такого в том числе и на уровне младших командиров не было так командующий прибалтийского округа при всем желании не смог оставить своих мемуаров оказался в опале у федора сидорович кузнецов ну вот так случилось что он мемуаров не оставил так вот это про это 19 число в прибалтике было бы написано в генеральский мир ваш вопрос алексею исаеву здравствуйте от добрый день хотел вопрос и подробнее о роли жуков предыдуем планировать нашего генштаба и что за войну на встречных операционных направлениях готовил жуков на случай войны с германией об этом писал и стоит много лет назад еще спасибо предвоенном планировании до вас жуков продолжил то планирование которое до него начинал шапшников и новое что привнес в советский план первой операции жуков он нам она стала более ярко выражена операцией на окружении немцев которые встанут у границ советского союза и и подчеркну это не план агрессии там ничего про так суть акт начала войны с нами по нашей инициативе нет там именно разгром противника вот они наступают мы наступаем и стараемся их окружить вот это привнес жук вы и также было его предложение по выдвижению войск внутренних округов на рубеж западной двины и днепра вот это предложение но де-факто реализовывалось но несколько позднее чем может быть хотелось бы тому же жукову по его соображениям от 15 мая но тем менее говорить о том что жуков придумал наступательный план и превентивный удар по германии это неправда продолжилась вполне обычная для до была четкая преемственность она прослежится по документу обрекована еще в конце 90-х годов 7 3 7 3 9 4 8 ваш вопрос здравствуйте добрый день хотел задать вопрос вашему гостю пожалуйста вот у меня такой вопрос он как бы и двух частей очень кратко вы задайте вопрос без преамбулы первый вопрос касается того что исторический документ очень много говорит о том что в трагедии западного фронта виноват поставленных стык между армиями литовский корпус который в большинстве лично состав дезертировал соответственно оговорил позиции этот хотел бы это не это не так я вам скратко отвечу что это не так следующего авто следующего вопрос найти уже вспоминание жукова есть о том сразу о том когда он приехал с командировки на западный фронт то ему потребуется 40 минут разобраться с установкой с обстановка когда он был в кабинете сталина как вы прокомментируете вот время избранное военачальником для того чтобы разобраться с этой обстановкой в той ситуации сложнейшим спасибо это нормально жуков был тем человеком который смотрит на карту очень четко понимает что происходит и вот он может быть его раздражало что другие этого не видят поэтому 40 минут опять же на генштабовской карте не так мало это вполне достаточное время для того чтобы понять что надо как чтобы поехать на фронт и уже разбираться далее на месте о том как жуков разбирался месяц например баграмян пишет своих мемуарах довольно подробно 1 а я сказал что это не правда литовский корпус он не стоял на фланге он да он находился в глубине другое про что его не мое не решались использовать для контрудара может быть и зря но то что рассыпался фронт от произошло ввиду того что там навалились две танковой группы на узком фронте фронт рассыпался тут ничего не попишу ваш вопрос алексею исаеву здравствуйте вопрос да здрасте вопрос по политической деятельности жукова почему он поддержал хрущева а не маленкова и других потому что он же когда был в киеве командующим округом он он же знал что хрущев гораздо кровожаднее вот и потом вот он на всех заседаниях придем так а присутствовал в 57 году где ругали хрущева и критика была обоснованная он же не мог не понимать что спасибо хороший вопрос я считаю что жуков разделял мнение хрущева о перспективах развития вооруженных сил и о том что необходимо нам перевооружать армию на ракетное оружие делать ее новой полностью механизирной и вот это совпадение во взглядах она привела к тому что руков поддерживал хрущева которому ответил на черной неблагодарностью что касается кровавости хрущева то жуков все же не соприкасался с этим непосредственно находился в белорусском военном округе и видеть непосредственно не мог он прибыл в киевский округ уже тогда когда после прессе прошли несколько лет 40-м году поэтому никаких кровавости хрущева в 40-м году он видеть не мог он мог видеть там бардак до со строительством укрепрайонов то есть тут он мог никита сергеевич заранить какие-то сомнения в его компетенции в отношении прессе он точно поставить физически видеть не мог не как комдив белорусском округе имею ввиду репрессии против 37 38 годов против тех кого считали врагами народа поэтому это не так то есть хрущева он вряд ли вынес плохое отношение с на основании репрессии 7 3 7 9 4 8 ваш вопрос алексею саеву здравствуйте вовремя еще очередной годовщина походы красной армии вот если нет ли у вас планов написания об этом периоде может быть чуть-чуть до и чуть-чуть после написано во первых есть книга коломийца написанная совместно с поляками красный блицкрик она выходила на самом деле на польском но ее перевели правда несколько пиратский на русский кроме того есть книга мельтюхова на советско-польские войны там на основе документа все подробно рассказано и я считаю что на данном этапе переделывать работу за доктором исторических наук мельтюховым не нужны и я не на такое не решусь назначен да тут задали вопрос про жукова в историю в зарубежной историографии так скажу что сейчас есть хорошая книга роджерса по жукову она если так сказать она на русском не она на русском издана на русском изначально она на английском и англоязычному читателю можно посоветовать потому что она написана и так лучше чем например аспрейка форцика по на жукову скажем так не без вот этих всех закатыванием глаз и рассказываем про ужас и кровь кровь но написан просто нормально по документам он знает русский язык роджерс он вполне достойно выступил на этом публике ваш вопрос алексею саеву здравствуйте алло да здрасьте очень хотелось бы узнать борьбы с диверсионными группами то и были у нас в советском союзе заброшены потому что я вот недавно пересекся с уже пожилым человеком ему было 14 лет екатеринбург его жил работал в заводе борьба прошу прощения борьба с диверсионными группами немецкими не надо да 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 потому что очень активно использовал элемент уголовный наш и спасибо позиное да это то чем занимались собственного органы военные контра разведной их разведки нквд есть хорошие сборники документов про органы государственной безопасности великой отечественной войны они в том числе сейчас в сети присутствуют там это вопрос подробно освещать до ловили до были завербованы в том числе бывшие советские военнопленные многие приходили сразу сдавались но были те кто упорствовали да естественно вот эта борьба требовала отвлечения определенных сил кстати такой же есть сборник по бандеровщине приказы распоряжения отчеты фантастические интереснее любых романа да так что это напрямую я так сказал к деятельности жукова уже не относилась хотя как командующий первым украинским фронтом он уделял в том числе борьбе с народными элементами при освобождении украина не имею ввиду уже он ушел к лету он ушел собственно руководить багратион и тем не менее к тому моменту же вышли в те районы где было воздействие в том числе стороны украинских националистов спрошу нас насчет роджерса да именно по жукову так и называется по моему сталинский маршал в общем можно поискать роджерс жуков и какой-то англоязычным читателям можно советовать легко ваш вопрос алексею исаеву здравствуйте добрый день здрасте скажите пожалуйста действительно ли жукова предали его адъютанты когда началась на него опала и второй вопрос если позволите высказывался ли жуков о причинах по которым сталин но игнорировал скажем так сообщения дайте начало данный вопрос понять значит на адъютант нет тут я думаю речь скорее идет о том что с него у него отобрали часть тех людей которые него мы полагались по его рангу как министр обороны но опять же с одной стороны это объяснимо тем что он стал пенсионером с другой стороны да это была такая отдельная пощечина со стороны власти а так он оказался в вакууме скорее ввиду того что очень многие люди из его окружения тот же например конев с ним не общались при том что ему регулярно звонили багромян и василевский антипенко например с который был у него толовиком на первом белорусском фронте то есть у него он не был в полном вакууме но тем не менее от него отвернулись многие люди которые это сделали на мой взгляд это было с их стороны ошибка вот со стороны того же конева то есть конева жуков в октябре 41 года спас от повторения судьбы павлова если так вот честно говорить ему могли павлова окружение западного фронта командующего фронта павлова арестовывают расстреливают кони вполне мог повторить судьбу павлова но тем менее жуков отстоял и по именно заступничество жукова заставничество жукова спасло потому что даже безотносительно промахов лично конева из него могли просто сделать мальчика для битья и это было вполне в стилистике сорок первого года это может быть было уже не в стилистике там 42 его срок третьего году в сорок первом году могли пойти по этому пути но тем менее оконев ответил в той ситуации когда жуку было плохо не лучшим и лучшим да хотя позднее там таши не наладились они там извинялись он там говорил о том что статью празиевские высоты это в общем от него требовали это так судьба был такой балет партийный но тем не менее вот такая трещина прошла 7 2 7 3 9 4 и 8 пожалуйста ваш вопрос алексей саеву здравствуйте одновременно ходили такие разговоры что жуков предлагал по фиберлину ударить плотного манше это первый вопрос и позвольте второй где-то печатать что в году я читал такую толстяную книгу и ведь воспоминай немецких генералов отбирал на суши на море и воздухе я был даже удивлен что в то время она была ездила знаете ли вы и про неё так насчет ла-манша в отличие от английского так скажем плана немыслимая никаких планов дохода до ла-манша красной армии не найдено я думаю что найдено не будет тут на удар до ла-манша не было возможности да и смысла что касается издания воспоминаний на это скажем так это скорее статьи это был сборник статей он есть сети ищется по фамилии одного изучать бутлер и у нас вот регулярно когда него ссылались писали там бутлор указано сочинение в общем это достаточно известная работа у нас откровение признанию в 90 издавали в общем вещь известна это переиздание а если швать первоначально вышедшие в англоязычном варианте его вообще у союзника была обширная программа foreign military studies такая когда опрашивали не изучение иностранных аминдаль до опрашивали немцев и потом это стало основой для сбора из этих вот так сказать квази допросов в мемуаров например мемуар раус у нас создали это на самом деле такие квази допросы у американцев да и был вопрос задан насчет того что сталина предупреждали и жукова предбежал не это контакт если бы реально предупреждали то и достаточно весом не были эти предупреждения то им бы вняли а так если говорить о роли жукова то он отдавал приказного движения глубинных корпусов то есть те меры которые принимались до 22 июня это в немало степени заслуга жукова и заслуга жукова то что из киевского округа пришло донесение вот этом перебежчики который сообщил о том что завтра немцы готовятся напасть и это стало стартом для принятия срочных мер последнюю ночь в ночь 21 на 22 июня я все же хотел бы заострить на это внимание что благодаря своим дружеским связям с командованием киевского округа информация перебежчики буквально засчитанные я бы сказал десятки минут дошла до москвы и то что жуков проталкивал вот это приведение войск был готовность он основывал в том числе на таких данных перебежчика еще опять же что не было сказано хотелось бы сказать что жуков после войны как министр обороны отстаивал права пленных то есть пленные как предатели вот он был тем человеком который изо всех сил добивался того чтобы это было снято и ряд мер было сделано именно в 57 году если бы он еще год просидел то возможно статус был бы полностью возвращен тем ветеранам которые побывали война и жуков же пробил выплаты по наградам которые отменялись сталином в сорок восьмом году то есть экономическая обстановка улучшилась и жуков написал представляем том что это не очень большие деньги давайте восстановим выплаты за награды вот ваш вопрос алексею исаеву здравствуйте алё алё да пожалуйста да константин приветствую у меня такой вопрос к уважаемому гостю артем дайте более подробную информацию о шизбрах штурмовых и джерсобертных бригадах это ребята в стальных нагрудниках но да я понял что с н 42 да вообще создатель их сталинскую премию получил и кто был это вы начали хмур жуков имел какое отношение к их созданию вы обойтись к россии уже рассказал я рассказывал значит есть такая книга автор никифоров называется так штурмовые бригады красной армии там довольно подробно о них рассказано а вот об истории нагрудников недавно была серия статей на таком сайте warspot.ru и там по архивным документам рассказывали об эволюции этих нагрудников которые на самом деле начали проектироваться что до войны еще это кстати финскую испытывались и появились да даже вот этих штурмовых инженерных саперных бригад а так насколько я знаю жуков прямого отношения к этому не имел и создание именно бригад потому что он настаивал все же на создание штурмовых групп в составе пехоты и подготовки пехоты опять же есть известный рассказ про то что вот он изенхауэр якобы рассказала то что если советская пехота сталкивалась минным полем она наступала как будто в это поле нет да 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 это пересказ я бы так сказал напевок оружие по китайскому оки-токи на самом деле жуков настаивал на подготовке саперной обычной пехоты к тому чтобы простейшие действия разминирование простейших минных полей которые но вполне поддаются человек который просто имеет определенный боевой опыт и внедрение этого в обычные стрелковые подразделения чтобы они не задерживались перед минными полями не вызывали саперов с теми полями которые могут справиться сами справлялись сами двигались дальше не подставлялись под налет артиллерии вы можете продолжить задавать ваши вопросы алексею саеву прошу вас пожалуйста здравствуйте алексею алексею придут другие будут рассказывать по и дому не придут другие они будут рассказывают а как вот эти немцы сами генералитет там все относились вот к операциям жукова как его ценили там как вот нашего великого полководца для ними для меня он вообще национальный герой не даю согласие какие-то спасибо ларис спасибо за вопрос да да действительно немцы знали о том что есть такой человек жуков и одним из аргументов перед багратионом что наступать будут на украине они в белоруссии было то что жукова мы чуть тут не видели здесь до жукова мы здесь не видели и поэтому вряд ли русские будут здесь наступать а перед берлином наоборот поскольку знали что первым белорусским командует жуков получил сказать раз здесь жуков значит скоро русские пойдут в наступлении но это все же относилось ко второй половине войны в первой половине войны у немцы в основном оперировали теми кого они знали по газетным всяким вывескам и обзывали вот у них были звезды это ворошилов буденный потрясаю тимошенко вот это уровень военной разведки немецкой в общем то да потому что ситуация не сказать чтобы благостно когда смотришь обзывают совершенно неподходящими именами те кто реально командовать информации до информации не было сильно путают потом уже да я стала работать лучше а вот в первом году это вот персонажи из передовиц красной звезды причем они к силу не города и раз пожалуйста ваш вопрос алексею саи возрасте здравствуйте евгений москва до базы и ваше отношение к жукову как начало генерального штаба в сорок первом году спасибо я я скажу так что жуков был о больше человеком для пире первой линии и для командования направлением фронтом группы фронтов но в той стилистике которая была в генштабе в сталинский период когда действительно и того же василевского гоняли по фронтам это был отнюдь не худший выбор так сказать то что требовалось от жуку он выполнял вот это вот и строительство аэродромов и вот эти 30 механизированных корпусов все то что начали у предшественники он выполнял выполнял в том числе и вопрос по накоплению запасов боеприпасов но он все же годился больше для того чтобы непосредственно руководить войсками и опять же в силу своей личной храбрости он любил наблюдать поле боя и это всегда было признаком сильного полководца и потом его громыко в совместной поездке спросила вы как вы относились к риску для жития он сказал а в увлите настолько увлечен бываю операцию что уже не думаю это обычное дело до что вот к личной безопасности уже не думал так поглощен ходом боя что уже не думаешь хотя вот я был на зиеволские высоты смотрел на рентвейн скую гряду где находился командный пункт жукова и понимал что до туда запросто дотягивалась немецком можно это называют кураж кураж полководца скорее он все же увлеченность и увлеченность была очень многих и как правило сильные полководцы это те кто управлял с передовой это относится не только к нашим также командовал например ромель также командовал модель гудериан так что это не было вот такой вот блажью так сказать как крестьянского сына это было именно признак талантливого полководца ну да не уже не хватит нам времени на вопрос алексей значит огромное спасибо вам как всегда за то что вы пришли сегодня мы говорили с этом принципиальная тема была потому что опять же мифы мифы вот эти вот которые окружают эту колоссального масштаба фигуру за вами крым на вы обещали за вами крым вы хотите ответить на какой-то вопрос кто да нет я думаю что уже не успею уже не успеваете поэтому я расскажу что да раз что жуков наш национальный герой им есть все поводы им гордиться и как в военной сфере и в мирной сфере он и после войны остался честным солдатом и может быть это сыграло не лучшую роль в его карьере но он всю свою жизнь был честным солдатом великим полководцем и это заслуживает самого большого уважения сегодня с позиции сегодняшнего дня еще раз вам большое спасибо алексей сегодня плюс к историческим беседе на исторические темы которые было как всегда у вас алексей прекрасно произошло событие забанины двое и я хочу вам сказать что если с вашей стороны единиц будет такое отношение все будет продолжаться эта акция разовая быстрая и прекрасно до свидания если все будет нормально услышим следующего воскресенья мы мы